Борис Ефимович Друкер Бортник, вы ударник. Вы не стахановец, вы ударник. Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове. Если вас не примут в институт, то не по тому, о чем вы думаете. Кстати, по тому, о чем. Вместе или раздельно? Что ты скажешь, получи два и думай дальше. Этот мальчик имеет на редкость задумчивый вид. О чем вы думаете, Лурье? Как написать стеклянный, оловянный, деревянный? Вы думаете о шахматах. Шахмат. Вы мне шах, я вам мат. Это будет моя партия, я вам обещаю. А вы проиграете жизнь за вашей проклятой доской. Повернись, я тебе дал пять. О чем ты с ним говоришь? Он же не знает слова стрелянный. Не дай бог вы найдете общий язык. Пусть он гибнет один. Внимание, вчера приходила мама Жванецкого. Он переживает. Я ему дал два. Он имел мужество сказать маме. Так я тебе дам еще два, чтобы ты исправил ту и плакал над этой. Посмотри на свой диктант. Красным я отметил твои ошибки. Это кровавая прострельная в шести местах тетрадь. Но я тебе дал три. Три с плюсом тебе и маме. Сейчас, как и всегда, я вам буду читать сочинения Григорианца. Вы будете плакать над ним, как плакал я. Мусюк, ты будешь смотреть в окно после моей гибели. А сейчас смотри на меня. До боли, до слез, до отвращения. Борис Ефимович Друкер, имевший в классе любимчиков и прощавший им все, кроме ошибок в диктанте. Борис Ефимович Друкер, никогда не проверявший тетради. Он для этого брал двух отличников. А уж они тайно кое-кому исправляли. И он, видимо, это знал. Борис Ефимович Друкер брызгал слюной сквозь беззубый рот. Какая жуткая специфическая внешность. Почему он преподавал русскую литературу? Каким он был противным, Борис Ефимович Друкер, умерший в 59 лет, в 66 году. И никто из нас не мог идти за гробом. Мы уже все разъехались. Мы собрались сегодня, когда нам по 40. Так выпьем за Бориса Ефимовича. За светлую и вечную память о нем, сказали окончившие разные институты. А все равно ставшие писателями и поэтами. Потому что это в нас неистребимо. От этого нельзя убежать. Встанем в память о нем, сказали фотографы, инженеры, подполковники, моряки, которые до сих пор пишут по-русски без единой ошибки. Вечная память и почитание. Спасибо судьбе за знакомство с ним. За личность. За истрепанные нервы его. За великий, чистый, острый русский язык. Его язык, ставший нашим. И во веки веков. Аминь. Аминь.